Всем привет! Сейчас я хочу вам показать эскизирование для перманентного макияжа, которое я делаю в работе. Вы посмотрите, потому что мы в директор разбирались с одной девочкой. Я решила, ну вот он и повод показать вам, в общем, как работаю с эскизом я. Много что в моем эскизе, когда с годами, да, то есть сколько лет я работаю, в применении инструментов во время эскизирования у меня некоторые инструменты отпали. То есть вы, я просто уже сейчас не помню, но вы можете сравнить его с чем пользуетесь вы, да, и чем пользуюсь я. Всегда принцип только один, как вам удобно, да, что вам помогает достигать результата в эскизировании, что позволяет его сделать максимально чистым, понятным в работе, да. Это однозначно то, что он должен быть минималистичный. Может быть не все инструменты, которые нам предлагают на рынке для создания эскиза, хороши, может быть, в картинке, в том, чтобы это показать в видео, да, демонстрации какой-то. А как правило, чем меньше всякие атрибутики, тем, собственно, больше пользы вам от самой сути этого эскиза, от самой сути этого рисунка. Вот, я использую... Сейчас я вам буду показывать. Вот, самоленечко подколем. Вот, в общем, как я это делаю. Мне нужна будет нить обычная, да, не какая-то там, не специальная никакого бренда. Вот, Мада Нанчина. Вот такая нить. Отрывается ниточка. Обычная паста или белый грим, да, вот такой плотненький. Вот. Что у вас есть? То есть ложится клиент. Сначала я делаю сканирование. Тун-тун-тун-тун-тун. Вот, все вы знаете про мою систему сканирования, кто не знает, мы ее изучаем еще на базовом принципе построения эскиза. Вот, там же сканирование делается для выравнивания, да, или обнаружения каких-то неровностей. А эскизирование уже для создания того самого эскиза, с которым вы будете работать. В общем, я сначала это сканирование проделываю, а затем я выравниваю основание, упс, и верхней части. Да, если меня что-то смущает, я клиенту объясняю, в чем нюанс, в чем особенности. Затем мне нужен центр. Центр им делаем захватом. Для этого очень удобно использовать вот так, тык, точечку. Вот он, центр. Затем мы на этот центр, собственно, ставим нашу ниточку. Сейчас. Я через зеркало смотрю, чтобы сильно, опс, все, центр есть. Разметка есть. Следующее, что мне нужно, это, собственно, отчертить, да, сами основания. Я беру основную ширину, да, ей параллельно этой ширине беру ширину там. И затем нам нужны вот эти зазоры. Что это за зазоры? Вот он, треугольник. Свободные зазоры, они у меня в программе есть, я их называю свободные зазоры, да. Потом мы выравниваем под эти зазоры. Смотрим, попадает ли в этот зазор у нас другая гровь. Ставим еще одну полосочку. Вот так. Хорошо посмотреть отсюда, да, когда мы видим это дело. Когда эти полосочки я поставила, дальше мне нужно посмотреть от высоты головки в излом. Да, вот это. Паста кончается. Я быстро очень сегодня все показываю, потому что все это все знают, я думаю. Вот, просто чтобы вы просмотрели именно инструменты мои. Высота головки. Еще раз. Высота головки, да, и излом. Упс. Просмотрели. Высота головки и излом, нижний излом. Просмотрели. Если у человека по-разному, да, то будет по-разному. Излом есть. Сейчас я проверю. Вот так вот. Все, излом есть. Что у нас осталось? У нас осталось очертание самого хвостика. Напоминаю, для тех, кто не знает. Когда у нас хвост заваливается, это вообще база, 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 ниже основания головки, то мы, как правило, стараемся это исправить, убрать, да, если можно. Проверяем то же самое. Да, нужно или нет. Метод визуально можно проверять, уже ничего не отрисовывая. Вот. И последнее, что у нас остается? Хвосты. Супер просто, супер понятно вообще хвосты. Хвост ни в коем случае не заваливаем вниз. Мы ищем какое-то более-менее вытянутое положение этого хвостику, совпадая с тем, как растут у нас волосины. И делаем, допустим, отметочку. Как проверить? Делаем скрещивание линий по центру. И сверяем вот эти треугольники. То есть, вот у нас... Сейчас я с зеркала буду смотреть, что там, что мне не все видно, да? Вот у нас треугольник. Да, вот этот. Тын-тын-тын. И вот этот треугольник. Видно вам будет? Вот этот треугольник. И вот этот треугольник. Вот он. И вот он. Да? То есть, два одинаковых. Значит, все одинаково. После этого я беру белую ручку. Уже белой ручкой. По всем этим меткам я отрисовываю форму. Да? То есть, форму я отрисовываю уже ручкой. По готовым меткам. Полностью, по всему контуру. Особенно апексы. Выравниваю. Ну, я не буду сейчас обводить. Ну, вот смысл, да? Уже ручкой я все это обрисовываю. Это не обязательно делать. Но я вот уже так делаю. Постоянно практически. Все. Форма готова. Что важно проверить? Последнее. Последнее. Это можно в процессе делать. Линейка. Ставим на центр. И по сантиметрам. Так, один. И здесь у нас что? Четыре с половиной. Сейчас я сверю. Зеркали. Да. Еще раз. Да. Четыре с половиной. А вторая тоже. То есть все. Последнее, что нужно все-таки проверить, это вот этот самый излом. Сюда. Да. И вот этот. Пять. Четыре. Стойте минуточку. Что-то я сбилась. Четыре с половиной. А, все нормально, да. Все нормально. Все одинаково. Но если у человека асимметрия, то у него ничего одинакового не будет. Да. Все. Можно ниткой. Ну, здесь и без нитки все видно. Очень удобно. Всем должно быть понятно. Лоб. Виски. Все по анатомии. Все очень коротко и понятно. Дальше. Я ничем уже не припудриваю. Потом. Практически никогда не пользуюсь цветным карандашом коричневым, чтобы уже эту форму сделать, да. И потому что чем чище будет внутри рисунок, тем будет проще следить. Мало того, здесь волоски мешают, да, красить. А еще и будет карандашом закрашено коричневым. Поэтому вот белое контурирование плюс сканирование плюс анатомические точки. Все это нам помогает. Сколько времени я потратила на это? Это очень быстро. Второй вопрос. Когда у человека есть асимметрия, там мы уже должны найти компромисс. Компромисс делается всегда за счет того, что мы выходим на чистую кожу, не на большой какой-то зазор. Совершенно небольшой. С уверенностью, что мы сможем туда положить пигмент красиво, чтобы это не выглядело плохо. Потом по поводу уголовок. Всех это очень напрягает, смущает. И кто-то, может быть, не знает, как головки разной формы могут быть. Например, мы хотим сделать вот так вот ровненько сначала, а потом сделать какую-то форму. Какую форму будем делать? У каждого это будет свое. Например, давайте мы сделаем небольшой зазор вот такой. Раз, он уже не рисует. Небольшой зазор, да? Вот так раз, наклон. И здесь такой же наклон. Все. То есть у нас вот это очертание головки с небольшим наклоном. И то же самое здесь, срезаем только угол. Все. Форма готова. Следующее. На губах то же самое. То же самое. Все сейчас рисовать не буду, но на губах то же самое. Правила расположения основного объема на губах есть в уроке эскиз по губам в библиотеке. Очень крутой урок на разных формах губ. Можете все это посмотреть, куда смещается основной объем, где будут основные пиковые точки. Не у всех явная хорошая анатомия. Поэтому понимание от исходной формы губ, где будет основной объем, это все завязано на анатомии. То есть мы это должны понимать. Проходите, изучайте, смотрите. Эскизирование бровей более объемное, более глубокое или губ. Все это есть. И эскизирование стрелок. То есть все в библиотеке есть отдельными уроками. Показываю очень коротко. Сканирование. Да. Высшие точки. Если все нормально, ровно. Окей. 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 Тынс. В общем. Если все нормально, ровно. Да. Все это так. Затем я это обрисовываю ручкой. Ничем я уже не припудриваю. Девочка писала сегодня по поводу пудры. Но пудрой я пользуюсь на самом деле вот такой. Но припудриваю я только для фото. Вот такой HD NYX. HD Studio. Прозрачная пудра. Минеральная. Хорошо убираю блеск для фото, для видео. Ну, в общем, все это просто и легко. С глазами такая же история. Точно такая же история. Заметочка раз. Заметочка два. Все. У вас все готово. Направление сделано. Ну, в общем, все очень просто для тех, кто не теряет эскиз. Следующее, последнее, когда вы теряете эскиз. Почему вы теряете эскиз? Потому что не поставлена рука. Или второе, потому что вы пальцами стираете метки. Чтобы их не стирать, за ними нужно постоянно следить. Затем, чтобы их не стирать, пальцы не нужно, пальцы не должны скользить. Они должны, как кнопка, прижимать и оттягивать. Прижимать и оттягивать. И когда вы убираете эту руку, да, у вас там все должно быть на месте. Все это делать лучше, конечно, с сухим диском. Тогда ничего стираться не будет. Да, если вы сами пальцем не будете скользить по поверхности. В общем, вот такой эфир. Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите какой-то комментарий. Я ушла. У меня сегодня медитация. Субтитры сделал DimaTorzok